Ребят, всем привет! Сегодня я хотел бы попросить вашего совета. Все вы помните, как мы для Николая из Северной Осетии начали собирать деньги для оказания помощи, материальной помощи. Но я, честно сказать, не ожидал, что вы настолько мощно откликнетесь, и мы соберем такую сумму, что возможно будет приобрести более-менее приличный автомобиль. А Николай и его семье это очень необходимо для того, чтобы иметь какую-то свободу, иметь возможность передвижения и иметь возможность видеть мир. Хоть как-то, потому что сидя в четырех стенах, это... Чтобы вы понимали, кто не знает, о чем я говорю, посмотрите ролик, он вот в описании. Вот сейчас прям прервитесь, зайдите в описании, посмотрите ролик, где мы ездили к Николаю в гости. Николай давным-давно, уже 10 лет болеет болезнью Бюргера. Это сосудистое заболевание, оно, увы, неизлечимо. Посмотрите вот этот ролик для того, чтобы понять, о чем идет речь. Вернемся к автомобилю. Сегодня я хотел бы у вас попросить совета. Ребята, вот я вижу такой автомобиль, который необходим Николаю, да? Это четыре места полноценных. Это не обязательно полный привод, потому что Николай, ну, ездит на оборудованные какие-то платные пруды. Он рыбак, он заядлый рыбак, сумасшедший. Вот даже имея всего четыре пальца, он до сих пор ездит на рыбалку и ловит на три удочки. Он ездит на платные пруды, потому что на дикие места куда-то ездить ему очень тяжело. И поэтому, ну, в принципе, полный привод для машины не нужен. Машина должна быть вместительная, потому что ему надо туда загружать электроколяску. Машина должна быть не, ну, скажем так, не наша. Потому что чинить и ремонтировать ее некому. Вот. Мы подобрали машину Mitsubishi Grandis. Ну, вот так, седьмой, восьмой год где-то. Машинки. Чем она нам понравилась? Это шесть мест. Это бензиновый мотор 2,4 литра, 165 лошадиных сил. В будущем мы планируем поставить на машину газобаллонное оборудование для экономии расходов на топливе. Это огромный багажник при сложенном третьем ряде сидений. Это коробка-автомат, что немаловажно для женщины, а именно супруга Ольга будет водить авто. Это приятный внешний вид и надежное японское качество автомобиля. Хорошая комплектация в базе. Вот такой вариант у меня есть, и мы уже его, в принципе, подобрали. У нас практически хватает денег на покупку этого автомобиля. Если вы кто-то, кто не поучаствовал по какой-то причине, если вы не увидели видео или еще что-то, то мы будем безумно благодарны, если вы еще поможете нам в свершении вот такой вот мечты для Николая. Реквизиты для оказания помощи указаны в описании к ролику. И нам нужен ваш совет. Ребят, подскажите. Может быть, мы не все посмотрели. Может быть, есть какие-то еще интересные варианты машины. Желательно, чтобы это была какая-то надежная машинка, потому что не хочется, чтобы вся пенсия Николая, это 15 тысяч рублей в месяц, ого-го, какие деньги, уходило на то, чтобы он ремонтировал эту машину. Необходимо, чтобы машина была вместительна, чтобы это было 4 человека, чтобы это был багажник достаточно большой. В общем, давайте свои варианты. Нам будет очень интересно их почитать. И если мы найдем что-то трезвое и зрелое, подходящее под вот эти вот параметры, мы обязательно пересмотрим модель автомобиля. Время для этого еще есть. Ну и, конечно же, будем безумно благодарны вашей помощи. Я действительно горжусь вами, зрителями нашего канала. Вы люди с большими сердцами. Огромное вам спасибо. Да, и, кстати, Николай открыл свой канал. Скоро там будут разные видосы разных направлений. Не судите его строго. Он только начинает, только учится. Но смотреть его видео – это такая мотивация, такая мотивация жить, хотеть, стремиться. Потому что человек уже практически не имея ничего, сильнее многих нас. Кто может бежать, кто может делать все, что захочет, но не делает этого. Тот, кто… Ну, Коля, он бегать не может, но он бежит, живет и старается быстрее нас многих. Вот. Посмотрите его видосы – это серьезная мотивация. И сейчас, и в будущем будут видео у него выходить. Как-то вот так вот, ребят. Ждем ваших комментариев. С наступающим Старым Новым Годом. Пока. Ребята, хотелось бы сказать всем огромное-огромное спасибо за вашу помощь. Я не ожидал вообще, что столько добрых людей бывает и помогаете. Спасибо вам огромное человеческое. Понятно? От души. От души. Продолжение следует...